Сегодня Россия прощается с Евгением Примаковым. Евгений Максимович был одним из самых выдающихся отечественных политиков. Он приложил много сил для укрепления российской государственности. В эти минуты в колонном зале Дома Союзов проходит гражданская панихида. Там работает наш корреспондент Дмитрий Петров. Он на прямой связи. Дмитрий, вам слово. Гроб с телом покойного уже доставлен в Дом Союзов. И сейчас сюда открыт свободный доступ для всех, кто пришел, чтобы проститься с Евгением Примаковым. Еще ранее в советские времена здесь прощались с усопшими лидерами советского государства. И, конечно, это говорит об особом масштабе личности Евгения Примакова. Это же подчеркивает и указ президента об организации похорон Евгения Примакова, которым Владимир Путин постановил образовать государственную комиссию и назначить ее председателем руководителя президентской администрации Сергея Иванова. В эту комиссию вошли также и другие видные государственные деятели. И соратники Евгения Примакова, это и министр иностранных дел Сергей Лавров, и министр обороны Сергей Шойгу, и руководитель службы внешней разведки Михаил Фродков. Прощание, как ожидается, продлиться до полудня и проводить в последний путь Евгения Примакова смогут все желающие, все, кто высоко оценивает его вклад в развитие и укрепление российской государственности. Журналист, международник, авторитетный востоковед, разведчик, дипломат, государственный деятель, руководитель правительства. На каждом из этих поприщ Евгений Примаков снискал почет и уважение соотечественников, и он, можно сказать, являл собой тот редкий пример политики, у которого, казалось, не было слабых или негативных сторон. И можно не сомневаться, что проститься с ним сегодня придут тысячи и тысячи россиян, а также граждан других государств. Ведь достаточно сказать, что труды Евгения Примакова издавались по всей планете и на самых разных языках. После прощания здесь, в колонном зале Дома Союзов, групп с телом покойного будет доставлен на Новодевичье кладбище, где чин отпевания покойного совершит патриарх московский Евсея Руси Кирилл, и после чего Евгений Максимович будет захоронен со всеми подобающими почестями как выдающийся государственный деятель.